Ну что, ребята, привет! Сегодня я отчитываюсь за третью привычку. Учимся улыбаться каждый день. Она была, да, третья. Всё, я не ошиблась. Итак, если вы не совсем понимаете, что и такое, а почему привычка третья, то вот здесь видео о том, что такое эксперимент «Одна привычка в неделе», где я подробно описала. А вот здесь вот вы узнаете, почему улыбаться каждый день полезно не только для вашего настроения, но и для вашего здоровья. Разбираю подробно главу Брэд Блементаль и описываю свой план на внедрение. Сейчас же буду отчитываться, что же мне удалось внедрить за 7 дней. Постараюсь сделать видео коротким, так как там особо и рассказывать-то нечего. Итак, поехали. Первый пункт был посмотреть видео Рона Гутмана. Нашла по щелчку пальца на YouTube, даже в двух вариантах, на русском и на английском, и смотрела я тоже в двух вариантах. Сначала, понятное дело, на английском. Мне хотелось заодно и потренировать аудирование. Если позволите, 30 секунд отвлекусь от плана. В плане аудирования у Рона Гутмана очень смешной акцент. Я была удивлена, и я когда слышала видео, я думала, он немец, француз, но точно не американец, не англичан. Потому что я смогла понять только 70%, а всё остальное он как-то очень странно, мягко, слишком произносит звуки, порой как в Индии. В общем, я была потом очень сильно удивлена, когда я начала гуглить о том, где он родился, и посмотрела, что у Гугла выдаёт национальность его американец. Может быть, техасец? Не знаю, было очень забавно. Так вот, просмотрев английское видео, я поняла, что только 70% я усвоила. Пошла по второму кругу смотреть уже на русском, усвоила все на 100% в плане ауткама, что оно мне дало. Всё то же самое, на самом деле, что и книги Брэд Блюменталь. Ничего нового. Улыбаться нужно, улыбаться нужно каждый день. Дети улыбаются 400 раз за день. Взрослые намного меньше. Чем больше мы улыбаемся, тем мы здоровее в плане настроения, ментально, физиологически и также долго живём. Из интересного, что было любопытно в этом видео, это сравнение одной улыбки и шоколада. Оказывается, одна улыбка равноценно съеданию, насколько я поняла, 2000 шоколадок. То есть на химическом уровне то удовольствие, которое вы получаете от одной улыбки, равноценно, что вы слопали 2000 шоколадок. Это, конечно, несоизмеримо в плане калорий. Мне кажется, если мы улыбаемся, мы калорий тратим. Если мы съедим 2000 шоколадок, я даже не представляю, как это. Я бы, наверное, не смогла съесть. Это было очень интересно. Я бы сказала так. И второе – это сравнение одной улыбки в денежном эквиваленте. То есть человек получает, как я поняла Рона Гутмана, что на химическом уровне, если у человека в кармане находится 25 тысяч долларов, то это равноценно одной улыбке, если он сам улыбнулся. То есть получается тогда, когда вы улыбаетесь, вы фактически богатеете на 25 тысяч долларов. И там Рон Гутман сравнивает, что если бы дети... Дети улыбаются 400 раз в день. То есть если 400 умножить на 25 тысяч, то дети порой себя чувствуют Марком Цукербергом каждый день. Это было очень смешно. Ну, забавно так, повеселило. В основном ничего нового, только потренировала английский язык и вот какие-то такие любопытные факты, которыми можно теперь хвастаться, которыми теперь можно хвастаться друзьям и рассказывать им. Второй пункт был... Второй пункт – это то, что я провалила как раз-таки. Это улыбка незнакомца. Да, здесь я потерпела полная фиаско, я не смогла ни разу улыбнуться, причём я даже не понимаю, как это происходило. Утром я просыпалась, помнила об этом, пока собиралась на работу. Понятно, что в квартире все знакомые люди, улыбаться некому. Выходила из квартиры, и всё. И я забывала. И я вспоминала об этом только вечером, когда возвращалась в квартиру, где опять все знакомые люди. В 10 вечера выходить на лестничную площадку, искать соседа, которого я не знаю, я не решилась. В общем, мне кажется, это скорее такая отмазка, что-то на психологическом уровне. То есть мозг так понимал, что он не хочет этим заниматься, и просто задвигал эту задачу в какой-нибудь тёмный уголок, чтобы я даже о ней не вспоминала в течение дня. Ничем другим я это объяснить не могу. Ну, в общем, закрасила эту клеточку в красный цвет, так как провалила полностью этот пункт. И последний, третий, это найти 10-15, точнее даже не так, 5-10 цитат об улыбке и смехе. Я смогла найти 12. Все их перерисовала в блокнот. Не так часто этот разворот рассматриваю, но всё равно раз там в 5 дней заглядываю. Если вдруг какое-то плохое настроение, я теперь его использую как дополнительная такая мотивашка. Если мне вечером пригрустнулось, так открываю, начинаю читать, ну и улыбка появляется. Плюс некоторые цитаты стали моими любимыми, я их довольно часто держу в голове. Вот. Разворот получился очень минималистический чёрным-белым, я и не пыталась его раскрасить. Если вдруг будут смотреть любители bullet journal, у меня стиль минимализма. Я специально ничего не раскрашу, мне в таком видео очень нравится. Вот и всё. То есть два из трёх пунктов. Улыбалась и смеялась в целом, ну, наверное, раз в 10 за день, может быть, 20 я не считала, так как по жизни довольно позитивный человек. И внедрение этой привычки прошло гладко. С улыбкой незнакомца посмотрим. Возможно, я попробую ещё на следующей неделе это поделать. Ну и в будущем как бы всё равно себя чуть-чуть толкать к этому. Но как пойдёт, здесь ничего не обязываю. И отчитываться тоже не буду. Вот и всё на сегодня. Делитесь обязательно в комментариях, удалось ли вам улыбнуться незнакомому человеку. Мне просто интересно, что есть ли это да, то как вы это делали. Поделитесь своими лайфхаками, потому что я себя перебороть не могла. Видите, даже мозг забывал эту задачу специально. Её вычёркивала из моего списка виртуального в голове. Ну и если вы любите цитаты, возможно, тоже что-то знаете про улыбку по смеху, тоже поделитесь. Может быть, что-нибудь новенькое я утащу к себе в коллекцию. Вот и всё на сегодня. Как и обещала, видео маленькое. Побежала дальше отчитываться. У меня ещё две привычки, о которых нужно вам рассказать. Не скучайте. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok